Круто сам свое стекло чистит Кто? Вон водитель Так, ну что, готов? Да, я всегда готов Всем привет, с вами Хвастович Александр Ведущий блога Хвастович Лайф И со мной Серега Сергей Симонов Король, да, да Да, да, не удивляйтесь Со мной еще и Романыч Ну, Романыч, так сегодня На подхвате А это пять минусов Да, да, да Нет, я сейчас быстренько про минусы Пробегусь, а потом скажу о явных плюсах Наверное, так будет, ну, правильно То, что бросилось в глаза, прям сразу, сходу Потому что мы прилетели в Лос-Анджелес То есть первое впечатление Было таким, что Например, я представлял себе Лос-Анджелес Такой, знаете, холеным, таким, знаете Каким-то таким пушистым, волшебным Голливуд, вообще Да, то есть ты идешь по улице Звездные шварцнеки Да, и тебе навстречу идет Арнольд И говорит, Серега, привет Чао, пока Вот, то есть нет На самом деле Лос-Анджелес Это реально бандитский город Вот, то есть с четкими пацанами На больших джипах черных С большими золотыми и белыми там Серебристыми колесами, да Рэп такой вот То есть вот как-то так Запах шмали какой-то Конопли там И тебе это понравилось То есть это был первый миф Который меня развеял Мои мечты О какой-то, знаешь Такой красивый Голливудской Голливудской картинке Да, то есть это вот первое Но я не знаю, хорошо это или плохо Плюс ли это или минус Но это был Наверное, больше Ну, как бы Больше, наверное, минус Потому что я все-таки ожидал Чуть другого, да Вот, потом Второй такой минус, да То есть все прекрасно знают Форд Мустанг То есть для меня это вообще икона, короче, автомобилестроения То есть я всегда думал, что это, ну, это вау Бест кар Да, то есть вот по Москве Если, например, проходит тачка такая Знаешь, Мустанг проходит Люди оборачиваются и смотрят Да, да, да Масл там Пульсотик, да, в России А тут Это просто, знаете Маршрутное такси, короче Реально Маршрутка, да Которая, причем разных цветов Пожалуйста, белая, оранжевая, желтая Ну, вот это вот такой второй, короче Был такой Ну, опять же, не знаю Минус, плюс Ну, для меня это минус То есть я вот просто такой Знаешь, ну Детская мечта Да, так разбили Разбили мою такую, знаешь Представление вообще О хороших, красивых машинах Дальше, наверное Минус Вот такой, который явный, да Но я уже тоже об этом говорил Это когда ты идешь Например, на Дальняк Там с одного города в другой Ну, условно говоря Лос-Анджелес, Сан-Франциско Да, то есть По дорогам Малоинформативных знаков Вот для туристов Вот я первый раз Я еду, я примерно знаю Какой-то километраж В какую сторону Ну, вернее, где-то есть Но я вот не видел Где обозначение, например, скуп километров До Сан-Франциско То есть Да, эти таблички есть Но они очень Их очень мало Их все время выглядываешь То есть ты смотришь не на дорогу А смотришь по информации Вот Не заметил точно так же На дорогах На больших крупных трассах Заправок То есть Чтобы заправить свою машину А мы уже взяли на прокат джип Который до хрена жрет бензина Вот Мы Не находили Я сейчас поправлю, Серега Совсем согласен Кроме заправок Если ехать по интерстейт Дорогам Которые конкретно От штата к штату Идут И у них есть указатель Ай Перед цифрой То там есть заправки Дальше Четвертый минус Это дорого Ребята Реально Америка Это дорогая страна Вот тоже Это Ну, все говорят В Америке дешево Там туда-сюда Никому не верьте Значит, ну, во-первых С курсом рубля То есть Это с кризисом Это вдвойне Все усилилось Да И, ну, банальный Простой пример То есть Мы приехали За шлифтеком В этот Ну, мобильную связь Хотели просто взять Эту, как ее Местный телефон Тариф там Ну, думаю, да Туристический Так называемый То есть К примеру Пакет туристический По Европе Стоит Ну, от 20 евро Ну, до 30 Например, евро То есть У тебя там Трафик включено Все Там Здесь таких тарифов От винта Короче, да То есть Мне Разно Да Мне посчитали Разные варианты От 157 долларов Там Минимально 117 долларов Да Самый простой вариант Пойти в магазин Типа Купить Совары Все для дома Так И там уже Телефоны Запакованные Продаются Он стоит Прямо 50 долларов В нем Там Рассматривали Такой вариант Значит Чтоб он Раздавал Интернет Да Ну Как бы Там Не знаю Насчет интернета Но звонить Можно Интернет Звонки Это одна тема Но в плане Блогинга Если вы приезжаете Хотите заливать Еще раз говорю От винта Либо 157 долларов Вы не да Полож Поэтому мы Нашли решение Мы купили Этот Машину Врифай Врифай Это оказалось Дешевле Я думал Что в Америке Это реально Просто Быстро И дешево Ну да Проблемка Да Дальше По поводу Цен Раз мы Заговорили Про деньги Ребята Я еще раз Говорю Америка Дорогая Страна Ресторан Ну в среднем Там сходить На двоих 100 баксов 100 баксов Свинцом Так слегка Там Ну то есть Без фанатизма Без всего Дорого Вот то есть Я все таки Думал Знаешь Ну в полтинник Можно обернуться Нифига Ребята 100 баксов Короче В воду Бабки не ходи А 100 долларов Сейчас по сегодняшнему курсу Это вот получается Шар с половиной тысяч рублей Это ужин На двоих То есть В Москве Можно покушать Ну неделя За полторы тысячи рублей За две тысячи рублей Вот вам порядок цен Это минусы Теперь про плюсы Да Я не говорю сейчас про булки Я не говорю сейчас Сборгеры за доллар Да 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 Я сейчас говорю О ресторанах Средней руки То есть Это не набу Там да Не какие-то там Мишелиновские звезды Хорошо посидеть Ну так знаешь Раз ты приехал на отдых Да не булочку съесть А пойти там Кусочек мяса Там рыбку Там что-то такое Значит это четыре И еще последнее А я пять вроде сказал Ну пятый про цены В ресторанах Ну там да Теперь про плюсы Ребята Очевидные Так давайте подытожим Значит Сергей Симов Назвал пять минусов Для туриста в Америке Значит первый минус Это развеяние мифов Л.А. Л.А. Это не голливудский город Это просто бандитский город Правильно? Как тебе сказать Это картинка Ну это картинка Правильно Открытка Открытка Да Второй минус Значит ты говорил О чем говорил второй минус? Ты забыл Ты ни хрена не слушал Сейчас смотри видео Ребят Вообще Напишите мне Мустанг 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 Это не крутой автомобиль А это здесь действительно Обычная машина Для В основном для молодежи Чтобы попонтоваться Значит Третий минус Указательные знаки На дальняк Когда непонятно куда ехать Нету Ну четких инструкций С расстоянием Ну я еще к тому же пункту Добавлю Что нету Наверное Сообщение транспортного Для Общественного транспорта Между городами То есть я ни одного Автобуса не встретил Ни одного Оно есть Но это немножко сложно Надо пойти онлайн Ну короче На утром Я ни одного Не увидел Значит Четвертый минус Это Цены Цены И дорого В принципе Мобильная связь Цены в ресторанах Интернет 4 и 5 Вот такие вот 5 минусов Чтоб вы знали Сколько Серега Примерно денег Вот на неделю Туристам На 1 200 баксов В день На семью Ну Ну Примерно Это без отеля Это чисто Вот жить Жрать Нет Ну жить Жрать Слушаю У всех порядок Как бы Если вот Я один раз В день Кушаю То есть Нам 100 долларов На двоих Хватает на еду К примеру А если отель Опять же Нет предела Совершенства Это может быть И за 100 И за 300 Ну в общем От 300 долларов В день Плюс рентокар Плюс бензин Ну то есть Даже если 200 Умножить на 10 дней Это 2000 долларов Ребята Плюс Дорога Билеты Ну Как нефиг Америка Дорогая страна Сразу Да Я даже про это Не говорю Кораблики О процент Океанариум 10-12 20 долларов А если вы Парковки А если вы Двоем Умножай на 2 То есть Все это Ну так что Вот Теперь вы в курсе О минусах США для туриста Умножай на 2 Умножай на 2 Умножай на 2